В эфире программа Полезный Вечер. Здравствуйте, кто, возможно, только что к нам присоединился. Вы совершили, конечно, большую ошибку, но узнаете еще много-много всего полезного. Я не знаю, как у тебя, Влад, но у девочек вот существует такая беда. Девочки, признавайтесь, полный шкаф одежды, а надеть нечего. Вот это настоящая проблема, вот это да. Вроде недавно потратила, да, совсем ничего, половину всего лишь зарплаты на вещи, а носить действительно нечего. Так вот, как же быть в этой ситуации, расскажут наши эксперты. И сегодня это... Да, и сегодня это стилист-шопер Анастасия Шведова. Анастасия, добрый вечер, спасибо, что к нам сегодня пришли. Добрый вечер, спасибо. Добрый вечер. Ну что же все-таки делать-то ей и остальным девушкам в такой ситуации? Когда вот подходишь к шкафу, открываешь, у тебя там просто он под завязку забит, а надеть нечего. Ну, первое, с чего бы я хотела начать, на самом деле, когда мы разговариваем о экономии особенно, это уже существующий гардероб. Потому что, когда ваш гардероб разобран, когда он целостный, когда он понятный для вас, когда там существуют вещи, которые вам подходят и вам идут, тогда ваши покупки, они все не эмоциональные, они не импульсивные, они понятные, разумные. И тогда ваш гардероб служит вам на пользу, грубо говоря. Вы не совершаете импульсивных покупок, тем самым вы экономите, то есть это уже экономия. Для того, чтобы разобрать гардероб, существует несколько способов. Можно воспользоваться услугами стилистов, их сейчас очень большое количество в нашем городе. Ценник абсолютно разный, можно выбрать комфортный для себя. Либо можно воспользоваться, сейчас очень много в наше время тоже существует литература на эту тему. Она очень доступно написана, очень доступным языком. Можно разобрать гардероб самостоятельно. Анастасия, я хочу, чтобы вы доступным языком разобрали вот эти две блузки, которые у нас есть. Казалось бы, да? Эти две блузки – это наглядный пример того, как можно сэкономить, не касаемо даже распродаж, на самом деле. Потому что две, казалось бы, одинаковые блузки. Состав один и тот же, одинаковая модель, да, очень актуальная, кстати, на данный момент. Но ценник отличается, как вы думаете, насколько? То есть мне сейчас нужно что угадать? А, на сколько ценник отличается? На две тысячи рублей? На пятьсот рублей? Ровно в половину ценник отличается в данных моделях. Шок-контент. И какая же все-таки дороже, какая дешевле? Которая вот справа от меня, та дороже, она стоит 3,299 рублей, да, это магазин «Манго», это «Резерт», здесь ценник 1699 рублей. Ну и тот, и другой, надо понимать, что все-таки масс-маркет, да? Это масс-маркет, да. Ну, кстати, в масс-маркете очень часто встречаются позиции однотипные или даже практически абсолютно одинаковые, но ценник разится буквально вот там несколько раз. Ну, может быть, по сути... Абсолютно одинаковые вообще. Ну, может быть, вот здесь ворот, да, вот как-то отличается, ну, руками. Нет, вот издалека вообще абсолютно одинаковые. Понимаете? То есть человек, который не разбирается, да. Так, хорошо, все, я для себя поняла, уяснила. А правда вот, что лучше купить одну дорогую вещь хорошего качества, чем пять дешевых? Действительно ли она вот, которая дороже, она будет долго служить, дольше служить? На самом деле я считаю, что есть вещи, в которые действительно стоят вкладываться. К таким вещам я отношу верхнюю одежду, это пальто, это тренчи, обувь. Если мы говорим о классической обуви, особенно, которая служит годами, не выходит из моды, всегда актуально, туда тоже стоит вкладываться. Это аксессуары, такие как сумки. Я бы рекомендовала вкладываться в костюмы, жакеты, пиджаки, хорошие брюки. А остальное, в принципе, можно покупать, исходя из своих потребностей, из своих желаний. Анастасия, о наболевшем. Черные пятницы, это все развод или все-таки стоит прислушаться и ринуться в магазины? На самом деле и черные пятницы, и другие акции действительно действуют. Самые большие, грандиозные акции у нас проходят два раза в год, это масс-маркет. Первая, это зимняя, она начинается после Нового года, в середине месяца доходят скидки до 50%, к концу месяца уже до 70%. И вторая, это летняя, в июне, скидки также доходят до 50%, к августу уже доходят до 70%. Все, я себе пометочки сделала, я знаю, куда я отправлюсь. Помимо этого, кстати, акции проходят постоянно и в масс-маркете, и зачастую в каких-то других магазинах. Сейчас, допустим, манго, скидки 15-20%. Все, я уже еле сдерживаюсь, но девушки меня точно поймут, что отправляться на распродажу стоит. Спасибо большое, Анастасия. Ну, а экономить на красоте, вот я считаю, вот это преступление. Но на самом деле рецепты есть очень простые и доступные, и именно для этого наш следующий сюжет смотрим. Продолжение следует...